Приветствую, друзья! Планарные наушники линейки PR подняли на улич Зенит на совершенно новый, доселе недостижимый для них уровень. Сейчас, если кто-то говорит о недорогом внутриканальном решении на плоском драйвере, то это с огромной вероятностью PR1, PR2 или же их PR3. А значит продолжение было вполне очевидным. При этом компания почему-то отошла от традиций с числами, обновив PR3 на PRX. По сути это те же самые наушники, но с менее выраженными себе лентами, улучшенной сценой и настройкой в целом, а также более насыщенным и полным звучанием. По крайней мере так говорит нам производитель. Что ж, это мы сегодня и проверим. Поехали! Упаковка модели предельно простая и сверх компактная. В комплекте шла инструкция, пенки и набор всем знакомых черных силиконовых амбушюр с насечками. Кабель – обычная полупрозрачная лапша, годная лишь для проверки работоспособности. Лично я его сразу заменил на популярный модульный TRN Red Chain. Чашечки сделаны из полностью прозрачной смолы, с отверстием для компенсации, довольно тонким звуководом и серией отверстий на боковой и задней части конструкции. Смотрится это богато, сидят они удобно, да и тактильно просто высший класс. В этом снова лишь зенит, мало кто способен поспорить. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по скорости затухания импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике достигающие почти 6 процентов, что просто возмутительно много. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 12 дБ с плавным переходом на середину, абсолютно логичное выделение области разборчивости сплата до 10 кГц и максимально протяженный чуть подсвеченный верх диапазона. Как видите, это очень похоже на T-Audio Hype 4 и 7 Гц Таймлес 2 с серебряными фильтрами. Так что, как говорится, показательно. Прежде всего хочу развеять миф. Несмотря на схожесть настройки, героям обзора очень далеко до 7 Гц Таймлес 2 с любыми установленными на них фильтрами и свеженьких Тинзю Зи Тяну Ву в версии легенд. Так что экономия здесь имеет свои вполне очевидные следствия. Это модели из совершенно разных ценовых категорий и сравнивать их не имеет никакого смысла. При этом свои 37 долларов PRX отрабатывают даже не на 100, а на все 200 процентов. Звучат они строго с уклоном в мониторность. Немного подсушено, очень выразительно и просто невероятно ровно. Я бы их скорее ориентировал для сцены, эфиров, мониторинга или иной профессиональной деятельности. Мелодика в них тоже есть, как и легкое аналоговое смягчение, но они тут больше как приправа. Главное же натуральность, чистое, почти прозрачное звучание, четкость, хорошая артикуляция и высокая динамика. Модель грамотно сочетает все макро и микро компоненты композиции. В них можно слушать рок, металл, любую электронную музыку, все академическое живое, а также что-то направленное на текстуры, техничность и разрешение. Сцена, как и в большинстве планарных наушников, почти не имеет пространства в глубину, а тембры массивные, но без особого объема и изысканности в деталях. Зато здесь крутая атака, нет лишнего жирка, прекрасное разделение инструментов и прямо-таки дотошная отрисовка всего музыкального полотна. За это, собственно, многие и любят планарные наушники. По поводу же их обещаний подтверждаю. Сибилянты тут никак не беспокоят. Верха не ярчат и не режут. В звуке царит гармония и баланс. Сцена неплохо раскрывается в ширину. Ну а по поводу полноты и насыщенности. Это в случае плоского драйвера скорее такая абстракция. Низкие частоты и имеют характерный акцент, но особо глубоко не заходят. Зато по текстурам и переходным характеристикам они реально показывают класс. Серединка, в отличие от прошлых наушников в линейке PR, звучит полноценно, комфортно и, как для планарного драйвера, максимально естественно. В своем сегменте это действительно нечто просто потрясающее. Если вы раньше никогда не слушали наушники на плоском драйвере, то вам обеспечено целое море удовольствия. Да, магнетичность с погружением здесь чисто номинальные, но и это в них тоже присутствует. В сравнении с PR1, PR2 и PR3, ну лишь Zenith на самом деле удалось достигнуть совершенно новой высоты, буквально обязывающей нас обновиться на актуальную ревизию. Усиление им естественно нужно серьезное. Примерно от 200 мВт на 32 Ома нагрузки и выше. А вот окрас источника можете подбирать на свой личный вкус и предпочтение. В сравнении с другим бюджетным хитом от этой же компании, наушниками KZ Saga, именно их я бы и назвал насыщенными и полными, но там не так здорово с разрешением, верха чуток заглушены и нет того ощущения баланса как в PRX. Итогом, наушники KZ PRX очень круто выглядят, удобны в использовании, приятны тактильно и просто шедеврально настроены. Из минусов отмечу только ужасный стоковый кабель, довольно высокие искажения и требовательность к усилительной части источника. В остальном же одни только плюсы. Звучат же они четко, напористо, чисто, с великолепной атакой, разрешением, динамикой и хорошим таким уклоном в чуть подсушенный, близкий к нейтральности характер. Веса здесь хватает, все очень гармонично и цельно, но со свойственной всем планарным излучателем плоскостью. Зато без того металлического призвука, с прекрасной протяженностью и любопытной искристостью на верхах. За свои деньги это просто потрясающе. Если хочется что-то подешевле, это именно оно. Настолько крутых планаров у Noulich Zenit еще, друзья, не было. А у меня на этом все. Это была модель KZ PRX. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем друзьям добра!